Украина просит позволить ей использовать западное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. Эта дискуссия не утихает уже долгое время. Очередное заявление по этому поводу сделал Андрей Сибига, новый министр иностранных дел Украины. Говорит, что Украина защищается, а потому согласно статье 51 Устава ООН не может быть ограничена в защите. Тем временем, экс-глава Минобороны Великобритании Гранд Шапс заявил, что Лондон должен дать разрешение Киеву бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории РФ. Иначе это подрывает доверие Украины к Великобритании. Тем временем, у нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства своя позиция по этому поводу. Мы увеличили уровень поддержки Украины с момента прихода к власти. Это не критика предыдущего правительства. Я поддерживал их в оппозиции и продолжаю поддерживать сейчас. И сейчас я не собираюсь утверждать, что оно не оказало Украине необходимой поддержки. Сейчас нам нужно взяться за это и оказать больше поддержки с точки зрения возможностей. Что касается конкретных деталей, вы, конечно, понимаете, я не собираюсь обсуждать это в прямом эфире. Но, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Военных целей на территории России даже тех, которые находятся недалеко от украинских границ, большое количество. Их тысячи, говорит в интервью НЕХТА военный эксперт Дмитрий Снегирев. Это и аэродромы, и системы С-300, и другие важные цели. Кроме аэродрома базирования ВКС Российской Федерации, это очень важно. Удары могли бы наноситься по местам сосредоточения пусковых установок С-300. С-300 это еще зенитно-ракетный комплекс советского производства, но модернизированный для нанесения ударов по наземным целям. Дальность поражения до 300 километров. Как раз именно С-300 терроризирует приграничные районы Украины. В первую очередь, Херсонская, Харьковская область, ну и, соответственно, прифронтовые территории. Днепропетровская, Херсонская. Речь идет о том, что это аэробаллистическая траектория, и сбивать ее весьма тяжело. Поэтому вместо того, чтобы бороться, скажем, с каждой выпущенной ракетой С-300, а их по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны УР России тех оккупантов порядка 7 тысяч штук еще, мы могли бы успешно утилизировать с использованием Storm Shadow Sculpt пусковые установки. Вот о чем идет речь. А вот с пусковыми установками у россиян большие проблемы. По данным финской стороны, российские оккупанты вынуждены были перекинуть С-300, С-400 с районов прикрытия западных границ, то есть Ленинградской области, непосредственно в зону боевых действий. А это свидетельствует о том, что систем противовоздушной обороны данной номенклатуры С-300 и С-400 весьма ограниченное количество. Поэтому, соответственно, именно нанесение удара по С-300 значительно бы снизило возможность ракетного террора со стороны Российской Федерации и, соответственно, позитивно бы повлияло на характер боевых действий непосредственно на линии боевого соприкосновения. Причем отмечу, что на С-300 приходится порядка 30-35% средств поражения, наносимых по территории Украины. То есть это весьма значительный показатель. Жители тех территорий уже почувствовали. Речь идет о том, что дальность поражения украинских беспилотников 1800 километров. Поэтому жители даже Татарстана почувствовали, что такой ответный удар со стороны Силы обороны Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Кроме того, Ленинградской области были поражены, соответственно, объекты нефтеперевалки и нефтеперерабатывающего комплекса. Это город Выборг. Поэтому у украинской стороны есть ограниченная, но возможность бить по тыловым районам Российской Федерации. Но тут следует отметить, что, соответственно, удары с использованием Атаканс, особенно если это кассетная боевая часть, значительно отличаются по своей поражающей мощности от возможности ударов беспилотными летательными аппаратами. Речь идет о том, что БПЛА работает по одиночным целям. В отличие, соответственно, от Атаканса с кассетной боевой частью, где площадь поражения, ну, это порядка нескольких сотен метров. Вот это отличительная особенность. Это раз. По поводу того, сколько объектов. Да их тысячи объектов. На данный момент речь идет о том, что в зоне до 300 километров располагаются тыловые базы накопления горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд российской армии непосредственно в Украине. Склады СБК, пункты управления, места сосредоточения личного состава и, соответственно, тяжелой грудной техники. Достаточно вспомнить, что после успешного характера наступательной операции в Курской области российское командование вынуждено было создать две тактические группировки. Брянск и Белгород. Каждая из которых, соответственно, 20 до 30 тысяч. Поэтому вот это законные цели в зоне поражения и Атакамсал, и Штормшедл. Если мы говорим о создании санитарной зоны не только на территории Курской области, ну и, соответственно, на территориях Брянской и Белгородских областях. А замечу эти земли, это украинские, этнические, исторические земли, которые входили в состав Украинской Народной Республики до 1918 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин